я вас приветствую приветствую вас шкатулки всех кто со мной давно и кто только вновь прибыл вас прибывает чему я очень рада не могу сказать что прям для меня это какой-то ключевой фактор потому что в целом и так и так комфортно и к и с теми уже кто давно со мной и с теми кто новенький новенькие просто могут не понимать что у нас здесь происходит да буквально там залетая на какой-то текущий расклад ну круто если попадает а вообще конечно я уже стала понимать и очень как бы перестала задаваться некими вопросами относительно людей моем пространстве потому что я стала понимать каких людей конкретно и для чего ко мне притягиваются да то есть для чего вообще мне было изначально нужно этот канал открывать и что я вам хочу сказать что я вам деле совершенно с другой стороны открылось видение канала да совершенно с другой стороны особенно что касается вот непосредственно бусти который у меня закрытый расклад там же вообще только те люди которые конкретно понимают что им резонирует что они чувствуют как-то вот определенную энергетическую нить связь что им необходимо вот до разобраться я же много различных факторов очень включаю и энергетические и психологические и эмоциональные да то есть и физические мы периодически с вами рассматриваем то есть мы рассматриваем там и внутренних мужчину женщину и ребенка и взрослые наши части и детские и темные короче тут такой комплекс у нас получился да прям какой-то комбо но при этом это все-таки не отрицает того момента что youtube площадка у нас такая знаете разнообразная и развлекательному контенту тоже имеет место быть хотя я далеко не развлекательный проводник вообще нет не для праздного досуга послушать вечерком и повыгуливать свое эго какой или какая я там прекрасно какая вы прекрасная вы это и сами о себе знаете а вот о том что скрыто и возможно точит вас изнутри не дает вам развития и двигаться вот это часто работает бессознательно и вот это как раз таки в это как раз таки смотреть никто кто и не хочет но и я не буду утверждать что и развиваться то все хотят нет на самом деле кто-то только видимость делает того что развивается потому что это стало очень модным якобы я тут не в последнем вагоне да я почитываю определенную литературу да я что-то там что-то где-то подглядела или подглядел что но а если мы берем действительно на самом деле какое-то внутреннее очень мощное изменение развития блин это титанический труд это титанический труд над собой над своей жизнью потому что самое сложное это выехать с вот этих вот заезженных сценариев то есть включить себя на полную мощность свою энергию и просто вот переключить взять себя под контроль взять себя в дисциплину сделать много повторяющихся разных действий и новых и разнообразных и и всего чего только можно все все в ход идет да для того чтобы действительно получилось что-то в жизни своей изменить для того чтобы ты увидел действительно результаты и ну и вообще все в этом роде это все-таки очень сложная работа и люди которые обычно изначально думают что они работают потом они доходят до такой стадии когда они понимают что что-то ничего не меняется алио я же тут собственно работу где же мои изменения потом на место приходит злость зачастую до приходит такое понимание что а как это блин почему все потому что обратная сторона ваших проработка проработков всех да это только материальный мир только реальный материальный мир в голове вы можете 1500 раз попасть во всевозможные иллюзии иллюзии своих про своей проработанности но если мы говорим конкретно о действительно результатах то их может подтвердить только лишь ваша материя если начало меняться в материи это действительно говорит о том что что-то меняется если же из расклада в расклад вы смотрите что про из должны происходить какие-то изменения они у вас материалки не происходят то есть ну вот происходит она можно сказать так что в большей степени это происходит у тех кто действительно эту самую работу над собой выполнять, да, и не происходит у тех, кто просто смотрит. Ну, просто я смотрю, 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 а в жизни ничего не происходит. Бывает период, когда мы меняемся внутри, но для того, чтобы что-то изменить, нам необходимы действия. И вот действия как раз-таки, они в большей степени самые сложные. То есть сначала сложно что-то внутри себя поменять, какую-то конструкцию, потом нам сложно что-то внутри себя пересобрать, потом нам сложно как-то по-новому действовать. Так вот именно когда доходит до действия, там-то все уже и сыпется зачастую, да. Но также нам будет еще и важно смотреть, как меняются люди вокруг нас, меняются ли они, что меняются. И на самом деле мы не требуем изменений ни в коем случае от людей, а мы очень тщательно за ними наблюдаем. Мы наблюдаем, как меняется их отношение к нам. Если оно не меняется, а вы четко чувствуете, что вы вновь уже стали другим человеком, или что вы действительно меняетесь, а не эгоистически требуете изменения других людей, и чтобы вас принимали таким, какой вы есть, при этом внутри вы ничего для этого не делаете, чтобы самим себя принять и изменить, то, скорее всего, такой человек или будет отсеиваться из вашей жизни, потому что вы перестаете вместе смотреть в одну сторону, и это тоже нормально. Ну, или же вы будете видеть изменения отношений. Если вы не видите изменения отношений, значит, скорее всего, человек этот остается, и у него какой-то свой путь развития, или вообще у него нет развития, оно у него не предусмотрено в этой жизни. Поэтому мы с вами будем смотреть, кому вы интересны, посмотрим на себя через других людей. Так тоже делать можно. Это все 50 на 50. То есть 50% мы проецируем, 50% проецируют на нас. Почему, зачем так происходит? Ну, для того, чтобы мы работали со своим ложным «я». Это очень важно. Наше ложное «я» – это то, что мы о себе выдумали, придумали, но это может быть совершенно не соответствующее в другом, в отображении, в материи. То есть одно дело, когда вы видите разнообразных людей, и вы точно понимаете, что есть люди, которые резонируют со мной, есть люди, которые вообще не обо мне. То есть вы понимаете, видите, что люди, они совершенно вам подсвечивают не вас, а себя. Самый важный фактор – это внутреннее эмоциональное состояние. Это самый важный фактор. Где понять, что на самом деле вам нужно где-то внутри проработать, что нет. И люди нам очень часто подсвечивают. Люди нам очень часто подсвечивают. Поэтому сегодня мы с вами будем смотреть, кому интересна ваша личная жизнь. Именно на YouTube здесь будет расклад лайтовый. Такой, наверное, большей серии развлекательного. Ну, вам так чисто просто посмотреть, насколько у вас резонирует ощущение себя, да, и насколько люди другие вас считывают. Но есть еще такой же расклад на этой же колоде. Он в закрытых пространствах. Выйдет он во вторник, по-моему, 3 сентября, если я не ошибаюсь. 3, да, 3 сентября. Вот там очень глубинный психологический разбор с вашими скрытыми, бессознательными, частично сознательными, теневыми проявлениями. Как вас на самом деле видят люди энергетические, как вы считываетесь на самом деле. То есть если вы хотите конкретно о себе интересное что-то узнать, новенькое, welcome to the app. Да, здесь будет такая более лайтовая такая версия. Потому что все-таки на YouTube часто есть категория людей, безусловно, которые работают над собой тоже. У них нет возможности присоединиться в гости. Не знаю там пока, как это все будет выглядеть. Но тоже, к сожалению, достаточно мощно пока окутаны всевозможными рамками, особенно касательно различных платежных систем. И пока у меня нет возможности быть в другом месте для того, чтобы расширить вам эту опцию. Поэтому пока так, как есть. Но в любом случае я в рамках доступной бесплатной информации тоже стараюсь дать максимально побольше. Чтобы вы тоже посмотрели, поработали на чем-то. Ну, плюс по всему у меня много предыдущих раскладов, которые тоже очень хорошо, мощно снабжены и знаниями информации. Единственное, конечно, что у меня это все постоянно перетекает, переливается. И то, что я говорила раньше, я совершенно сейчас вижу, чувствую, думаю по-другому. Каждый раз у меня происходят определенные изменения. Информация открывается четче, шире, больше, глубже. Через, скажем так, такой мой путь. Я никогда не бываю в состоянии стагнации. То есть я бываю на какой-то недолгий период, несколько дней, все. Для меня это показатель того, что здесь я все изучила, мне пора уходить изучать что-то еще. То есть вот у меня так. И я начинаю изучать другое какое-то пространство. Я просто захожу, и там для меня все ново. Но на фоне старых знаний на базе, они у меня пересобираются, трансформируются. Гибкость – это очень важно. Гибкость сознания, она важна, иначе нет роста и развития внутреннего никакого. Нет никакой там истины, за которую надо держаться, я не знаю, всеми клешнями мозговыми, которые есть. Ну, есть пару-тройку определенных законов, которые нерушимы. Остальное все будет меняться, перетекать просто. Вот так вот все, все эти конструкции ментальные, они будут видоизменяться. Итак, готовы сегодня у нас интересные три минерала. Я не знаю, какой это, но он такой, видите, интересный, интересный очень. Все эти минеральчики мне подарены. Кто-то мне их приносил, где-то они у меня. Появлялись откуда-то, не помню, я их не покупала. Они у меня откуда-то все появились. Вот это точно розовый кварц, а вот это, по-моему, флюорид. Зеленый, если я не ошибаюсь. Ну, так он сливается немножечко у нас с нашим прекрасным ковром. Ну, ладно, это что это, скатерть, наверное, не ковер. Но он очень-очень красивый. Итак, вообще я очень люблю зеленый цвет. Ну, не только его, но его тоже. Так, смотрим, давайте, что вы показываете там. Субтитры сделал DimaTorzok. готовы что вы показываете своей личной жизни личная жизнь это не только ваши отношения а это вообще просто в целом ваша жизнь что вы показываете и кто вам не интересуется возможно да то вами интересуются там почему вы интересны что-то типа такого и так давайте что у нас здесь показываете ли вы показываете только какие-то знаете более может быть приемлемые какие-то части те части вашей жизни в которых вы чувствуете себя возможно достаточно крепко достаточно так устойчиво где вы чувствуете эмоциональную какую-то стабильность вот те части своей жизни вы показываете в основном обратите внимание вы держитесь достаточно прохладно все-таки карта справедливости не буду читать ее в токсичном аспекте но в целом кто что у вас там сокрыта до внутри вашей личной жизни то где вы возможно сами еще не разобрались своих сферах эти сферы вы не показываете вы тщательно охраняете и вы не хотите чтобы о них кто-то знал то есть вы точно не хотите да пускать никого там в недр своей души я не могу сказать что вы открытый человек вы как-то знаете допустимо открытый человек то есть вы в любом случае будете говорить то что вот знаете социально приемлемо то о чем принято условно говорить о природе и погоде как дела то все нормально все хорошо вы не хотите показывать внутрянку свои уязвимые места да там вашей жизни неважно даже если у вас есть работа вы много достаточно прячете вообще в целом сказать что вы открытый человек я не скажу абсолютно нет в большей степени вы оберегаете свою жизнь и личную профессиональную и ваших каких-то вот более близкий круг да то есть вы оберегаете и можете даже прям вот никому ничего не не показывать и не рассказывать но знаете а тут интересно потому что у вас такая такой момент может проигрываться вы любите собирать и слушать что говорят да вы любите собирать и слушать что говорят да но позиция у вас пожрится то есть мы держим внутреннюю оборону мы так очень потаенно вы больше как собиратель информации о других людей но не рассказыватель да то есть да вы с кем-то можете быть откровенные быть более так открытым смотрим если вообще такие люди любят целом сами по себе такой человек но если только кто-то из очень-очень давних близких и родных которые с вами очень очень много прошли родных смысле людей неважно родственники это там может быть кто-то есть или прям очень близкие люди может какие-то друзья детства с которыми вы много там ситуации жизненных которые вас в целом знают этап вашего роста развития то есть такие люди да потому что а вам и нечего от них скрывать они так о вас условно все знают ну что вы там по жизни вместе идете то есть такое может быть и только в этом случае который вас уже давно знаю очень давно особенно знаете которые знают какую-то вашу жизнь например до изменений ну прям вот может быть какая-то прям знаете детско подростковая история с людьми которыми вы росли если у вас такие есть то да если вы потеряли общение с такими людьми то тогда значит нет людей с которыми вы можете быть откровенными очень то есть туда или родная история допустим это какие-то там старшие братья сестры сестры друзья очень близкие люди входящие в ваш дом ну это вот то что я сказала которые знают вот изнутрянку которые знают ваш истинный характер с которыми вы действительно у вас происходило становление личности только с этими хорошо кого интересует ваша личная жизнь вы стараетесь очень посмотрите как вы стараетесь держаться на расстоянии то есть вы контролируете ту информацию которую вы даете вы контролируете то что люди могут о вас узнать то есть здесь есть ваш внутренний такой сильный контроль и вы даете людям знаете какую-то вот пищу которая ну такая она вот я сказала допустимая да а интересуется вами кто есть тут какие-то скрытые скрытые моменты кто-то втихаря реально втихаря интересуется вашей личной жизнью вашими отношениями а мужчиной или мужчинами которые вокруг вас крутятся очень здесь вот интересно интересно как вы при личном общении действительно кому-то бы хотелось попасть в ваш более плотный круг и что там вас кому интересно слушайте ну тут женщина какая-то видите пентаклевая королева если мы будем смотреть в токсичном ключе тоже такая знаете жадная собирательница и информации из плетней и выведать все не все что все такое знаете неприятненько темненькая то есть вот может быть здесь такая вот мадам которой действительно очень интересно ваша личная жизнь очень скрыто сказать что она подает это может быть для вас это видимо ну в смысле что подает под каким соусом я имею ввиду она подает свое любопытство но может очень сильно прятать например там за благодетель да там за за участие за заботу луна у нас да карта заботы внимание то есть вот так еще может это все прятаться но на самом деле там есть определенный психологический момент у человека почему-то я чувствую зависть вот здесь если честно я чувствую зависть такое ощущение что этой женщине интересно отурвать у вас этот кусок или понять как вам досталась какая-то часть вашей жизни то есть вы где-то старались что-то вы получили и момент того что вот очень хочется этим обладать но не понимает человек как человек как вы это получили не понимает вот она говорит мне все время не везет меня все время не принимают или вот в моей жизни было все как-то вот не так а вот у тебя условно получилось что за женщина очень близко в вашем кругу ну какая-то вот скрытая прям со всех сторон скрытая слушайте сама про свою жизнь она не любит рассказывать сама она достаточно скрытная потаеная демонстрирует что-то определенные какие-то качества за которыми там сложно ее проглядеть высмотреть ее да вот тут очень сильно интересуется вашей жизнью может быть даже вашим вашей второй половинкой или в целом даже просто вашей личной прям вот чем-то вашим очень личным вашими личными отношениями прям вот как вы живете вплоть до того что вот как вы прям живете изнутри да вот я бы конечно такую бы подругу в дом бы ты не пускала потому что если там подруга то вообще видите вот карта что не пускайте в дом такого человека внимательно понаблюдайте а как она проявляется давайте посмотрим потому что она может как-то проявляться потому что проявляться что-то знаете у вас выведать а потом бахнуть вас этим же собственно говоря в ненужный момент она может вас поставить или наоборот в нужный давайте посмотрим как она проявляется ой она постоянно вам рассказывает как у нее все плохо как у нее там что-то не получилось но я не могу да смотрите как вот у нее это не получается то не получается там неудача здесь неудача или какие-то отношения у нее неудачные или что-то вот не повторяй моих ошибок кстати фразу слышу не надо там не наступай на мои грабли вот так делай вот так не делай ой какая сложная у меня была судьба жизни ой так что еще очень много всевозможных но возникает там да то есть ой вот у меня не получается потому что я это не могу то не могу но при этом она себя очень ценит там очень-очень ценит и выгуливает свое пальто относительно того что очень знаете такая чувствуется легкая биполярка вот сначала у нее все плохо потом она рассказывает как она нравится мужчинам как они за ней ухаживают или ухлёстывают короче какая-то вот такая вот история что она вас думает на самом деле она вас обесценивает внутри достаточно мощно и она не хочет видеть ваши достоинства она постоянно будет выискивать ваши недостатки то есть будет вам как раз таки говорить и указывать не на все ваши да там допустим таланты а вцепиться в какой-нибудь промах допустим который у вас есть и будет его мусолить и будет его мусолить 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 подглядывает подсматривает собирает о вас информацию прям вот абсолютно точно наблюдательная очень хитрая а что вас то думает что вас думает что вас думает это она себе рассказывает какая интересная она даже о вас не хочет говорить то есть спрашиваю что о вас думает она все о себе рассказывает что ну вот то что я сказала до что постоянно как будто бы а все поняла что она вас думает она вас настоящий не видит до такой человек который вы ей как каким вы есть она во первых постоянно все обесценивает и еще раз говорю цепляется за маленький какой-то возможный неудачу промах действительно недостаток они у нас есть у всех и она будет его раздувать до огромных размеров то есть она будет видеть вашу какую-то всегда прошлую версию вы допустим уже давно это осознали что-то там поняли для себя проработали пошли дальше да в этом уже не держитесь за какую-то концепцию она будет продолжать вас видеть в какой-то во прошлой версии потому что там выгодно потому что там вы где-то там еще что-то недопоняли недоосознали совершили какую-то ошибку и она будет это вот знаете как пластинка заезженная вот таким вот образом вас видеть может постоянно стараться об этом вам периодически напоминать говорить но опять же таки это определенное манипулирование бить вас слабую точку да поэтому здесь конечно будьте аккуратны и потому что это знаете как будто бы такое подавление вашей силы в каком плане то есть старается высвечивать не ваши сильные стороны а ваши слабые стороны тут какой-то вот человек поэтому идти ли вам дальше с этим человеком или нет смотрите сами но я бы конечно же от такой вот представительницы чего это подруги или еще чего то скрывала бы вообще бы все наверное оставила бы ее без какой-либо пищи потому что если прервать допустим с ней общение то что тогда вот допустим мы прерываем общение не она все равно будет лезть не битьем так катанием то есть тут если только другой город сбежать тут момент просто такой что нужно человека оставить без пищи он отколется сам потому что ну а на основании чего сплетничать и самоутверждаться конечно нечего поэтому смотрите да смотрите анализируйте кто там у вас такой прозорливый очень желающий залезть покопаться в вашей жизни и 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 ну что давайте посмотрим открытый вы человек не открытый что вы там показываете демонстрируете давайте посмотрим кому интересна ваша жизнь и посмотрим что это там группа людей или человек да думает о вас вообще на самом деле как относится что вы там показываете в своей жизни вы показываете насколько вы эрудированы то есть мы здесь предпочитаем демонстрировать больше качества своего ума талантов обучений знаний инструментов то есть здесь мы транслируем больше свою занятость можем часто говорить мне некогда я там занята ой у меня своих дел полно то есть мы специально как будто бы при других людях не показываем свою вовлеченность во что-то и показываем только ту часть которая там ну такая для нас то есть мы показываем людям то что им понятно то что им логично то есть мы здесь научились не вываливать себя наизнанку да такая неплохая часть но там конечно глубже можно смотреть но тем не менее то есть мы показываем только допустим свою профессиональную сферу рассказываем о том что где мы чему научились или что нас там интересует как бы да нам нужен какой-то момент демонстрации себя и мы это будем делать допустим через нашу профессиональную сферу то есть здесь мы показываем только какую-то свою рабочую часть жизни то есть где мы получились где мы работаем с кем мы работаем куда мы допустим сходили по работе или какое у нас следующее обучение или что мы с этого обучения получили то есть это вроде как про нас и в то же время ни о чем почему-то у меня на вас просто вообще вот слушайте я начинаю говорить и я понимаю что все хорошо могу говорить мне сил голос прикольно если кто-то болеет выздоравливайте итак смотрите у нас пол или если кто-то голос сорвал да берегите связки у нас такая ситуация получается то что мы показываем только свою сферу которая связана с нейронной умственной деятельностью а если мы берем сферу более такую глубокую внутрянку более такую глубокую внутрянку ну да там семья допустим личная жизнь ну вы можете показывать только например какую-то свою определенную роль это например роль мамы к примеру да или роль там там дой ciel можете показывать то есть что-то очень так да вы показываете но можете например показывает там какая вы мама заботливой хорошей или дочка допустим или по 얼�vorным допустим у ютона супруга хорошая заботливая ну вот что-то такое но это очень очень так в общем маленький кусочек все остальное вы прячем глубоко Хорошо. Вы открытый человек вообще сами по себе. До кого? Нет, вы закрытый человек. Ну, вообще, частично, конечно. Вы себя контролируете очень сильно. И те части, которые хотят в вас проявиться, те части, которые хотят в вас проявиться, быть открытыми, вы очень жестко контролируете и не даете этому делать. Прям вот вы потом себя можете, если где-то вдруг вы что-то сказали, ляпнули, это бывает такое, да, когда мы показываем что-то, демонстрируем в порыве вдохновения, а потом себя ругаем. Потом мы начинаем анализировать и говорить, зачем я вообще это все сказал, для чего? Чувствуем некомфорт, потому что, ну, есть тут определенные такие моменты по психике, да, где нам было, скорее всего, нельзя проявляться, и мы потом, внутренний критик сам нас ругает за проявление внутреннего ребенка. Внутренний ребенок здесь хочет проявляться очень сильно, очень. Вот прям сразу нам и вышло, он очень хочет проявляться, он очень хочет демонстрации какой-то своей, да, да, но мы каждый раз его прям жестко запихиваем туда, обратно, да, колем. А проявляться он таки хочет именно среди людей, то есть вам, может быть, сложно наладить с ним какой-то коннект или понять, чего надо этому вашему внутреннему ребенку, потому что у вас в коммуникацию как раз-таки выступает он первый, то есть он начинает дружить, он хочет общаться, он хочет проявляться, а вы такие, а, фигушки, тебе нельзя. И получается у нас достаточно серьезный такой момент по... по людям. То есть мы не можем понять, как с ними коммуницировать. И мы выбираем только какую-то такую, вы знаете, нашу мозговую, интеллектуальную часть, дабы вот этот вот внутренний маленький человек не проявлялся. И, конечно же, он там сидит, потом плачет, что с ним никто не дружит. А вы с ним дружите? Ваша взрослая часть с ним дружит? Ваша взрослая часть его ругает и манипулирует ним. В целях? Так. В целях? Каких? Вы его учитываете, вы постоянно читаете какие-то морали. Что-то вы его, короче, там отчитываете. Так можно, так нельзя, зачем ты это делаешь, короче. Обратите внимание, тут вам нужно с этим разобраться. А так нет, мало что показываете, больше наблюдаете. Именно потому, что вы не привыкли проявляться. Именно потому, что вы не привыкли проявляться. Так как вы хотите, у вас там работает пятерка мячей, то есть вам нельзя, видите, очень сильно начинаются тут моменты запретов включаются. Окей. Потому, что если вы проявляете, что вы потом считаете себя глупыми. Или какими-то вот... Не такими, да. Ну да, как будто бы вы показываете то, что показывать нельзя. Ну как будто бы вам это не разрешалось. Ладно, посмотрите в эту сторону. Там что-то с мамой, какие-то отношения. То есть где-то было нельзя, да, дергали или одергивали, когда вы что-то там проявляли. Или там нельзя было себя там как-то шумно, может быть, вести активно. Сразу какая-то строгость включалась там со стороны взрослого. Какая-то прям строгость. И вы как бы затихали. И вот эта вот позиция, да, она закоренилась и стала поведенческой. То есть все, это стало привычной нормой поведения. И вы от нее-то уже сами страдаете. Но вам кажется, что это нормально. То есть вы не понимаете, откуда ноги растут. А это ноги от запрета проявляться внутреннему ребенку. Но он не хочет проявляться, когда вот, допустим, когда вы сами с собой, он вообще не отсвечивает. Но зато он проявляется, когда вы начинаете выходить в люди. Вот за первое проявление отвечает он у вас. Именно не взрослая часть, а именно он. Он начинает демонстрировать свои таланты. А так, видите, когда вы сами с собой, он в восьмерке мечей. То есть он не проявлен. Ему как бы скучно самому. Ему неинтересно. Ему надо среди людей. Он ищет себе единомышленников, друзей. Ну и так далее и тому подобное. Кому вы интересны? Ваш ум интересен. Вот то, что вы демонстрируете, то и интересно. Может быть ум, может быть талант, может быть сфера деятельности. Интересно, как вы так четко можете, допустим, обучаться. Может быть, вы быстро обучаемый. Ну, то есть интересно как раз-таки только та часть, которую вы демонстрируете. Кому? Вообще-то достаточно спокойное отношение к вам. Ваш ум считают вашей ценностью. Ваш ум считают вашим талантом. Хотя ценность ваша немножко в другом. Знаете, я вам так хочу сказать. Вот неважно, что вы прошли. Неважно, как в своей жизни вы проходили жизненные трудности и как чего вы достигли. Это же, конечно, известно только вам. Вас считают очень счастливым человеком. Вы считают, что вы вообще ничего не делали для того, чтобы иметь то, что вы имеете. Считают, что все только лишь вам повезло. Что все, чего вы достигли, это вообще просто сплошное везение. Допустим, какая-то удача в личной жизни, это везение. Допустим, ваш партнер вообще вам просто повезло. Там еще что-нибудь такое. Работа, это же тоже сплошное везение вообще. То есть, ну, он считает, что вы везунчик по жизни. И все вам досталось легко. И все вам досталось, так вот, знаете, с барского плеча. Кто-то вам насыпал. Там еще вот так вот думают, да, представляете. А то, что мы трудились, то, что мы работали, и приходилось переживать очень много каких-то серьезных испытаний в жизни, этого не видят. Видят только уже конечный результат. Да, в этой серии. Моя обувь, да, не ваша дорога, соответственно. Наденьте мою обувь, да, и пройдите мой путь. Что еще про вас думают? Что еще про вас думают? Тут еще одна интересная позиция. Чего тут, кто хочет с вами связаться, да. Есть момент по способностям интересные. Тут тоже ждут определенного вашего намерения проявления. Ждут вашего согласия, ждут вашего вовлечения, вашего интереса, пока вы, ну да, абсолютно точно, видите, ждут, когда вы начнете фиячить. Ждут, когда вы начнете фиячить, возьмете там, или начнете каким-то инструментом активно пользоваться. Вот. Но для этого необходимо завершение кое-какой внутренней трансформации. Эта трансформация может быть связана с эмоциональной сепарацией от или ситуации, или родителей. То есть у кого-то ее здесь нет, сепарации, потому что у нас выходит внутренний ребенок. Вот это тот, вот, короче, у вас вот этот вот момент по внутреннему ребенку. Сепарация, желание общаться, желание коммуницировать именно из детской части, он не закрыт. И вы проходите сейчас вот этот вот момент изменений, трансформации, то есть вы сейчас проходите момент модернизации во взрослую такую состоявшуюся цельную личность. Это хороший процесс, потому что там есть определенные ложные конструкции, которые вот как раз-таки вы сейчас себе и рассматриваете. Недооцененность где-то, неверение в себя, оно очень огромное у вас, оно у вас фонит по всем раскладам, и с ним действительно что-то необходимо делать. И я не могу сказать, что процесс самооценки работает, как вот по щелчку пальцев, завтра вы себя будете ценить, а сегодня вы себя еще не цените. Вообще это работает не так. Это кропотливая работа ежедневная, когда вы сами себе свою самооценку взращиваете методом различных всевозможных практик, инструментов. И аффирмации в ход идут, и занятия спортом, и занятия своей внешностью, своим здоровьем. И это каждый вклад, да, каждая частичка вклад, который каждый раз делает вас все увереннее и увереннее, все крепче и крепче, крепче и крепче. И это не только мозг. Вы мозг качаете активно, как я понимаю. Вы прям туда накладываете чужих знаний. Очень много у вас там в коробочке, да. Очень много про... Что значит чужих знаний? Давайте, все знания, которые мы имеем, это коллективные, да, сознания. Это коллективные общественные знания. Они не ваши. Они не из вашего источника. Они внешние. Это вы где-то прочитали, где-то посмотрели, пошли в институт, поучились. Это просто вот сарафанкой вам условно кто-то где-то это из себя выдал, и это стало нормой, и это понеслось. То есть вот таким образом, да, вот таких вот знаний у вас много. Вы грамотный человек, ну, скажем так, на коллективном уровне. Но если мы берем знания изнутри себя, из своего бессознательного, возможно, это ваш внутренний источник, ваш внутренний грааль, возможно, это тонкий план, да, то опять же такие, они у вас очень сильно перемешаны, вот эта информация с коллективными знаниями. И вы проходите определенный процесс, когда он у вас на самом деле очень-очень глобальный этот процесс, он по всем фронтам у вас идет, и вы, может, у вас на это затрачивается большое количество энергии, поэтому, может, знаете, может, не знаете, да, но вас наоборот как бы отключают от вот этих вот более коллективных таких знаний, да, от того, что вы там где-то понахватались, и переводят вот на вас, на вас, потому что тут вот еще затрагивается, кто вами интересуется, да, момент, собственно, еще высших сил, потусторонних сил, да, у каждого это свое, боги, спасибо, боги, вот, которые тоже хотели бы коммуницировать с вами, чтобы как через архетипическую часть, да, энергия, сила, понимаете, то есть тут все в кучу. Вот, помимо того, всего прочего, вы как-то в целом интересны какой-то, какому-то общему кругу человек, больше интересны ваш ум, ваш интеллект, больше интересна ваша семья, здесь вышла вот сразу прям выпала просто. кстати, ваша семья вас боится и боится с вами коммуницировать, потому что вы не попадаете в их системную программу, программу рода не попадаете, и вы себя считаете инаковым в роду, на самом деле это не совсем так, просто вы в роду тот человек, который уже меняет определенный программ, семья-то тут токсичненькая, это так-то честно вам скажу. Обратите внимание, все тут франкенштейны, и только одна девочка стоит более или менее адекватная, более или менее адекватного цвета кожи, да, цвета лица и вообще. И поэтому здесь фишка в том, что скорее всего в достаточно уже не очень хороший по программам рот с большими теневыми аспектами и минусами запустили, а душа пришла, пришла, запустили вас, да, как рыбку в аквариум с очень... Обратите внимание, здесь тоже очень такая красивая принцесса, и рядом стоит монстр, о чем это говорит. Очень много минусовых программ в роду, с которыми вы столкнетесь, но по мере того, как вы будете узнаваться, пониматься, саморазвиваться, и все это будете выгревать, это абсолютно бессознательно. С детства начнется там с определенного, может быть, там 7-12-9-летнего цикла, там у каждого это свой возраст включится, да, изначально это все пойдет из семьи, вот эти все отработки, почему? Потому что вы сбежать не сможете, вам просто придется до какого-то периода, да, хотя бы до совершеннолетия находиться среди токсичных относительно людей. Что значит токсичных? Людей, у которых большое количество очень-очень сильно глубоко минусовых программ, это все действительно сказывается и на психике, и на поведении таких родственников, то есть вы будете это все осознавать, понимать, прорабатывать, ну и все в этом плане. Я не могу сказать, что там кто-то это будет специально делать, понимая, что происходит, кто-то это будет делать бессознательно, просто живя свою жизнь, вы тоже, соответственно, несете какие-то определенные опыты для своей души и задачи проходите. Но что важно, ваше состояние в этом всем, ваша семья вас боится, вы ее интересуете, но она боится с вами коммуницировать. Почему? Потому что вы их жестко обрубаете или вы их ими же программами и тычете. То есть ваш ком в этом плане здесь вам очень сильно помогает. Помогает. Так, вы не даете себя, скажем так, условно в обиду, но тем не менее, мужчина тут какой-то вам интересуется, с которыми вы дверь, перед которым вы закрыли дверь, но который активно черпал какие-то ресурсы от вас, то ли вашу ценность, то ли подбивал самоутверждаясь, то ли энергию. Тут, короче, у вас был какой-то обмен. Хоть и Пентакли вы король, но это бывший мужчина, потому что здесь закрытая дверь, мост-то он вам, конечно, сделал неплохо, видите, еще и тройка мечей, еще и сердце разбил. А он чего хочет? Ну, семья, понятно, да, тянется как бы как родовая, но побаивается вас. Так, хорошо, он побаивается, поэтому будет мочить, если что, не удивляйтесь. Люди от страха это делают. И что этот мужчина, что хочет, что хочет? Ой, он что-то тут, вот какая-то надежда, короче, у него умерла, а надежда может быть связана с вашей текущей жизнью, да. Вы как будто бы ушли в свою новую жизнь, а он как будто бы не ожидал, что так произойдет. Были надежды на другое. Да, надежды развалились, надежды развалились. Ну, да и ладно. Что вас, как вас видят? Ну, это такая основная масса, кто вам интересуется. Как вас видят? Ну, жезловая королева, интересно вас видят, как очень сильная. Странная, абсолютно точно странная, чувствует энергетику необычную, скорее всего, понимают, что пахнет от вас чем-то эзотерическим, семистическим, тут этого как бы не скрыть. Считают, что вы это используете, как бы, знаете, в каких-то вот нехороших проделках. Прямо так и думают, что что-то вот благодаря этому, благодаря чему-то вот там силе энергетики, вы как будто бы себе вот это все напритянули. Так, что еще вас считают? Считают вас устойчивым человеком, взрослым, как ни странно. Целеустремленным, спокойным, степенным и закрытым, очень закрытым. Как будто вы не пропускаете. Вы знаете, я вам хочу сказать так. Люди со стороны и то больше видят вашу силу, чем вы. Вы почему-то верите в какую-то худшую версию, которую о вас могут говорить, но это делается абсолютно специально, чтобы вы в случае чего в себя не поверили. вот как-то так. Вашу ценность со стороны видят намного больше, чем ее осознаете. Вы не понимаете и принимаете, и поэтому здесь очень интересная позиция. Вы думаете о себе намного хуже, чем вы есть на самом деле. О, намного хуже. И ради справедливости этим и пользуются. Вот так. Так, третий. Ну-ка. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Так, что-то не хотите, да, что-то слышать? У меня колода посыпалась. Ну что, прям вообще в руках не держится. Давайте. Что вы показываете из своей жизни? Личная жизнь – это не только ваши отношения, это вообще ваша просто жизнь, которая вот личная вся. Это и работа, и все. Посмотрим, насколько вы открытый человек, закрытый, что вы вообще показываете. Потом посмотрим, кому вы интересны, и посмотрим, что о вас думают. Показываете. Знаете, что вы показываете? Вы изначально предпочитаете больше позицию напугать. Я тебя сейчас сразу напугаю. Пусть лучше ты меня будешь бояться, чем ты будешь пытаться меня обидеть, или мной управлять, или увидишь какие-то мои слабые, уязвимые стороны. На защитах двигаетесь очень сильно. Защиты и теневые, они же защиты. Это больше из серии нападающих, таких хищных у вас моментов, да, более проявлений. Поэтому вы всегда стараетесь. Первое, что вы делаете, это у вас нападение, это для вас лучшая защита. И когда вы заходите в пространство, вы изначально себя позиционируете, как человек, который очень строгий, страшный, структурный, серьезный. То есть сразу. То есть у нас сразу выходят защиты. Сказать, что вы идете с собой? Нет, не скажу. Сказать, что вы проявляетесь. Нет, не проявляетесь. Вы проявляетесь, да, теневыми частями. То есть теневыми частями защитными. Скрытные, очень наблюдательные. Меньше говорите, больше слушайте. Особенно если это компания, где вы чувствуете авторитарных людей, сильных людей, или это, допустим, новые для вас места, где вы еще не можете ничего проявить. Вы держите позицию обороны, защиты и неотсвечивания. То есть вы слушаете, вы наблюдаете и собираете информацию. Всегда так делали с самого детства. Были тихими, наблюдательными и сидели в укромном уголочке. Вы не любите выступать, вы не любите говорить активно, много. Вы это можете делать только с теми людьми, которых вы можете довануть морально. Я вам это говорю сразу. Это ваши теми, принимайте. С сильными людьми вы будете стараться или только проконкурировать из позиции того, что я лучше на тебя сразу нападу, чтобы ты, боже упаси, в себя не поверил и не начал отсвечивать. Или же вы идете из позиции я тихоня, я тихоня, я не буду отсвечивать. Да, вот мы сидим, да, мы сидим и собираем информацию. Мы собираем. Что потом вы с ней делаете? Вы используете ее в философских каких-то дебатах, дискуссии. Вы используете ее как защита, как слабые места человека можете видеть. Используете как защита. Все, это все, что вы мне рассказываете о своей личной жизни. Вы что-то о своей личной жизни показываете? Вообще как-либо? Да, я вас умоляю? Нет, конечно. Нет, вообще нет. Абсолютно сокрыто. То есть мы показываем вот эту часть, которую мы выпускаем впереди себя. Она у вас ведущая проекция такая определенная. А то, что там внутри сокрыто, спрятано ото всех. А мы показываем вот эту позицию, выигрышную позицию сразу. Я победитель, ты дракон. Только вдумаешь что-нибудь мне сказать, я тебе ничем бахну по башке. Вот. Вот так мы вот идем. А внутри мы очень глубоко прячем. Что мы там прячем? Да. Манипулируйте, кстати, силой и способностями. Считайте это достоинством, которое вы можете в случае чего использовать, если на вас будут нападать. У вас очень много защит. У вас очень много защит. Огромное количество. У вас очень многих, тех, кто будет смотреть третий вариант, на людей проекция матери. Вы как будто бы с каждым входящим человеком в вашу жизнь видите архетипичную проекцию матери. И вы что-то там ей доказываете, и спорите, и что-то отстаиваете. И вот это каждый раз. Вы как будто бы доказываете свою кровоту, ум. У вас какие-то очень там зацепки с мамой нездоровые, ну, в плане кармические. И вы как будто бы отыгрывать не можете с мамой. Или с мамой уже не получаются, а она не сильный конкурент или собеседник. А вы продолжаете как будто бы с другими людьми на этих защитах, которые вы с детства набрались. Вы продолжаете как будто бы проецировать уже на каждого входящего. То есть каждый входящий – это условно прототип матери у вас в психике. И вы автоматически защищаетесь и нападаете. Защищаетесь и нападаете. Вот как-то так у вас идет. Посмотрите вы это, да, потому что так токсичная очень история. Может же вам жизнь отравлять, да, вам же и самим плохо, может быть, от такой позиции. Поймите, где защиты, посмотрите. Ну, я примерно сказала, какие они у вас, да. И они у вас выстроены из детства. С детства – это детская позиция. Они у вас выстроены из детства. Да, они уже там закрытые, забитые и просто работают. То есть бессознательно, активно работают. Хотя это глубинно ложное я, которое, кстати, у вас и рушится по третьему варианту, потому что, да, откуда вот боль, апатия, может быть, там все прочее непринятие. Потому что у нас этот образ перестает быть энергетически в пространстве нужным. То есть он вселенной больше не нужен. Вселенная говорит, ты так двигаться больше не можешь, тебе нужно его расторождествлять. И то, что вы раньше демонстрировали, да, видите, вот это вот, конечно, по магу, в данном случае это махровый манипулятор. По магу, конечно, это будет все разваливаться. Ой, по магу, ну, со временем. Так, а внутри там вы никому ничего не показываете, что внутри, по-моему, даже, честно, сами себе тоже. Это очень старая история. Это ваша история с самого детства. Это конструкция, на которой вы двигаетесь очень много лет. Что еще вы показываете? Ну, все, что я сказала. Ваша несущая конструкция подбойки Пентаклина, в которой вы держите баланс, и много лет уже... Вы не говорите ни то, что там о своей личной жизни, вообще ни о чем не рассказываете, вы только слушаете. И то, что я сказала, что вы очень закрытый человек, даже от самой себя. Вы даже саму себя-то толком не знаете. Вы принимаете только вот эту свою позицию. То есть вы видите только свои защиты и считаете, что это вы. То есть вы считаете это частью своего характера. Но глубинно это не вы. Глубинно это не вы. То есть это... Это те не вы части, которые вас ведут. Видите, они вас прям за руки ведут, за мозг, за ум, за голову, и вы их не понимаете. Понимаете. Но, может быть, не понимаете, насколько они вами управляют. Да, насколько это все... А где там вы настоящая-то? Ну, ладно. Вы не готовы пока это все разворошить. Поэтому мне показали, но показали следом, что говорить мы об этом не будем. Хорошо. Вы дойдете до этого. Кому вы интересны? Очень большому количеству людей, которые говорят очень много за вашей стеной. очень много говорят за вашей спиной. Очень много скрытого от вас. Вот, знаете, я вам скажу так. Вот вы какие, да, и что вы демонстрируете? И люди вокруг вас будут такие скрытые, потаенные, которые не будут говорить прямо, будут собирать тоже информацию, а потом ее где-то что-то как-то за кем-то кому-то выдавать, да. То есть вот у вас прям будет отзеркалка вот этих всех ваших защит. Большая часть мужского населения, говорит, да, мужчина, мужская фигура не одна, потому что их здесь много, много разных мужчин. Может быть, вы в мужском коллективе часто крутитесь, общаетесь, а в целом, может быть, у вас внутри семьи мужчин много, да, то есть меньше женщин, больше мужчин в семье рождалось. Коллеги могут быть, потому что, видите, на расстоянии, то есть не вхожие в ваше конкретно пространство будут что-то говорить. Давайте смотреть, чем вы интересны. Чем вы интересны, чем вы интересны, чем вы интересны. Жизнедеятельностью своей интересна, интересны жизненные силы интересны. Многим людям интересны, на самом ли деле вы такая, какой вы себя показываете, или внутри все-таки есть хоть какая-то часть нежности и заботы, понятно. То есть интересно, что всем интересно, что скрывается за вот этим образом. Беда в том, что вы сами не знаете, что за ним скрывается, но людям как раз таки интересно не то, что вы демонстрируете, потому что это абсолютная такая верхняя демонстрация защиты теневых частей психологических. Люди начинают это видеть, они начинают понимать, что на самом деле там внутри что-то другое, и вы интересны, потому что, да, интересно, что же там внутри, что же там внутри этого человека. Как, что на самом деле этот человек чувствует, что он на самом деле там испытывает. На самом ли деле этот человек настолько жесткий, допустим, или такой серьезный, или на самом ли деле Вот этот вот, понимаете, смотрите, там внутри сидит человек, а внешне сидит дракон, то есть у него костюм дракона. Вот вы играете вот этого дракона условно, да, не заходи в мою пещеру, я тебя сожгу. И вот фишка-то в том, что люди уже видят, что там внутри, то есть им интересно, что внутри, но вы активно продолжаете демонстрировать дракона. И вот как раз-таки им интересно, а вот за вот этим вот драконом, огнедышащим, да, а что там, потому что огнедышащий дракон, это часть защиты. И вот это интересно, да, и вас как бы, вами очень сильно интересуются, особенно на работе, потому что вы как-то показываете вот эту часть, и люди, они недоумевают, они чувствуют другое от вас, да, они чувствуют другое, а демонстрируете вы, что я несу смерть, бешенство и хаос. Это шутка. Это в интернете была картинка, там была красивая лиса, и девушка, чувствую себя сегодня лисой, ну, позиционируя себя, конечно же, там такой красивой, рыжей, такой хитрой, неуловимой, такой сама там по себе, да, а внизу мужик говорит, да, и несешь смерть, бешенство и хаос, ну, потому что, ну, лисы же, да, они же часто бешенством еще болеют. Вот, и поэтому фишка в том, что демонстрируемый смерть, бешенство и хаос, а внутри люди начинают чувствовать ваше истинное я. И вот вы привлекаете людей, особенно мужчин, потому что они, у них не сходится то, что вы показываете, и то, что от вас исходит. Они чувствуют вашу очень-очень-очень большую внутреннюю ранимость. Паш Кубков очень глубинно чувствуют часть, которая не принята. Вами же, собственно, где-то внутри чувствуют. И вот, 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 ну, сейчас скажу, давайте, да, аккуратно так. Слабость. Они чувствуют истинную слабость на самом деле. И уже все больше и больше людей видят, что двигаетесь вы исключительно на защитах. Я вам скажу одну такую вещь. Если раньше у вас это очень круто прокатывало, и вы очень многого добились на этом всем, то давайте будем честны, раньше люди не были настолько образованы в сфере психологии, энергетики и всего прочего. Сейчас большое количество людей стали развивать свои способности, стали видеть не внешнее, а внутреннее, стали считывать просто телом, энергетически. Очень много людей, которые сейчас абсолютно разбираются в базовой психологии, видят, как люди на самом деле, их маски, как они проявляются. И, конечно, вы можете считать, что и вы такой человек, да, ну, вы можете тоже изучать и знать, но вы не берете в расчет, что другие люди теперь тоже вас видят и начинают вас видеть, да. И вот тут как раз-таки вашу защиту все сложнее и сложнее удерживать. И вселенная говорит, что пора отпускать все эти защиты и маски, но вам настолько страшно, у вас тут кровь из глаз буквально, потому что маска-то приросла. А внутри Паш Кубков, а внутри ребенок, который не смог вырасти, взрастить себя и свою силу истинную, потому что обложился защитами и двигался очень долгое время на них. Не удивлюсь, что тут сейчас выйдет император. Ну, император – это же, понимаете, определенная часть защиты и тщеславия, гордыни. И тут нужно знакомиться с собой заново. Если вы хотите, да, видите, все, тройка мечей. Все, мы дальше, как нам двигаться без этих всех защит, мы просто не знаем. И люди будут вам подсвечивать вас именно внутреннего. Ну, или внутреннюю, да, вот эту часть, которая еще пока у вас где-то там застряла и никак не стала дальше себя развивать. Задача? Задача – просто знакомиться с собой заново, понять, что это просто защиты, они на самом деле в какой-то жизненный момент мне были очень нужны, необходимы, они дали мне хороший ресурс и результат, но они себя исчерпали. И сейчас мне нужно узнавать себя заново, узнавать, что я люблю, какой я человек теперь, да, где во мне вот эти чувства, где во мне вот эти чувства. А вот эта модель, да, на которой мы очень долго двигались, прятались за нее, и она была нашим спасением в какой-то части, она помогла нам очень много жизненных ситуаций прожить, она все, она теряет свой баланс. Она становится разбалансирована, все, башня, она разрушается. И да, вы будете, сейчас будет момент крайней уязвимости у вас, потому что люди начнут видеть ваши слабые стороны, и притом активно, очень активно. И будут видеть все психологические блоки, все, 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 и вы, дело в том, что не готовы к этому, вы не готовы не слышать это, не воспринимать, вы не готовы воспринимать это критически, работая и понимая. То есть там настолько много непринятия этих своих частей, да, то есть настолько там их большое количество, что это причиняет вам боли. Вы сразу убегаете, прячетесь, обижаетесь, можете даже плакать и кричать, принимайте меня, и все, и все, и все. А что принимать, если люди не хотят больше принимать маски и защиты? Вот, и тут нужно не чтобы вас люди принимали, а чтобы вы себя приняли за вот этими вот всем ворохом, блоком, который в течение жизни вам наставил. Вот. И хороший качественный специалист, конечно, это видит. Вот, вот, видит. И вы это, к сожалению, не принимаете, можете не принимать, да? Ну нет, вы пока держитесь прям. Ну что ж, давайте. Жизнь, конечно, она вас сама выведет. Просто люди к вам уже тянутся, а все, они уже начинают понимать, что что-то вот это вот не то, вот человек нам показывает. Что-то вот это не то. Это какая-то подмена понятия. Это не есть человек настоящий. Это что-то другое. И видят как раз-таки вот этого пажа кубков. Вот в чем дело. Вот в чем дело, понимаете? И вы можете не понимать, да черт возьми, да, мы удерживаем позицию короля мечей, а у нас королева кубков токсичная вылезла. То есть придется работать с эмоциями, придется работать с внутренними непринятиями своих слабостей, уязвимостей, да, всего того, во что смотреть не хочется. Хорошо, потому что люди просто, знаете, что происходит? Люди вам это начинают активно показывать, они прям вам конкретно говорят об этом, они конкретно видят ваши слабые места. И вам будет очень важно тут или терапия, потому что тут самому будет очень тяжело, оно же сейчас как посыпется ворохом, или разбор в себе мощный, то есть, да, принятие этого всего, потому что тут же десятка мечей, это же все очень неприятно, да, когда у нас рушится вот это ложное. Но мы еще пока это продолжаем, просто тут мы подсвечиваем ситуацию того, что теперь люди вам начнут это все показывать и подсвечивать. Они прям будут это видеть, и они не будут подтверждать где-то ваш авторитет. Будьте аккуратны, они будут переставать подтверждать ваш авторитет, потому что авторитет ложный выстроен на конструкции. Именно внутренний авторитаризм, да, если мы берем. Что на самом деле о вас думают? Ну, все то, что я сказала, только более простым языком. Просто вас это уже очень сильно ограничивает, оно не дает вам дальше развиваться. Все, видите? То есть, люди видят, что мир меняется, а вы, ну, словом сложно, да, мир становится эмоционально чувственным, а вы никак не можете раскрыться. То есть, нет, мы продолжаем держать позицию ракушки. А люди говорят, что... Что, кстати, говорят? А, они видят ваши противоречия. Они, вот, все, понятно. Смотрите, у людей рушится образ вас. Люди стали видеть, как вы... Ну, давайте я так скажу, как вы сыпетесь. Как сыпется образ. Понятно, все. Нас начинают видеть за масками. Да, нас начинают видеть то, что у нас внутри. Чувствовать начинают. Смотрите, фишка в том, что раньше у людей был закрыт эмоциональный центр, да, сердечная чакра. И действительно, то, что вы показывали, принималось за чистую монету. Мы все это делали. Это нормально. А сейчас приходится только распознавать чувствами, и у людей, у очень многих, открывается сердечная чакра, и они уже... Им не важно, что говорят люди. Они чувствуют, что они говорят. Не важно, что вы показываете. Вы можете просто сидеть и не двигаться. Люди будут чувствовать, что внутри вас. И это определенная оголенность. Да, это то, что вы как раз-таки боитесь оголяться, быть открытыми. Но спойлером у вас получится, если только вы сейчас не будете этому очень люто сопротивляться, а смело пойдете в чувства, в эмоции, в открытость. Это не страшно и не больно на самом деле. Если мы это все понимаем, принимаем, нам становится легче. Нам же открывается новое пространство вариантов. Конечно. Нам открывается новое пространство вариантов. Мы не становимся ограничены только умом и защитами. Мы становимся еще и чувственными. А это уже куда поинтереснее. Да, а семерка мечей, вот этот ложный образ, он все. И поэтому, поэтому, вот он ваш император. Он, смотрите, как красиво. Семерка мечей и император. Ну, потому что не император вы. На самом деле. Это просто образ. И он очень долго был рабочий. Но время подошло ему к концу. Теперь придется доставать свою кубковую королеву. И вот кого сейчас максимально триггерить, значит, мы максимально попали в терапевтическую точку, которую необходимо выдергивать и работать с ней. Задача-то какая? Задача не подтверждать человеку ложное я у меня и не подпитывать его. А задача вытащить людей настоящих. Потому что дальше на масках мы не проходим. Мы начинаем болеть, страдать. И чахнуть. Потому что мы перестаем чувствовать энергии нового пространства. Так вот, чтобы чувствовать энергии нового пространства, с масками, защитами, ложными конструкциями, придется распрощаться. Беда в том, что люди начинают это все видеть, различать, понимать. И больше не будут подтверждать все то, что выстроено на ложном я. Они будут это обесценивать и разрушать. Они будут говорить о том, что «А что ты вообще говоришь? Я вообще не чувствую от тебя того, что ты говоришь. Зачем ты вообще это говоришь?» Что ты на самом деле чувствуешь? Да? Да. И там-то как раз-таки кроется большое количество непринятых внутри эмоций. Именно эмоций, которые мы много лет купируем. Купируем и прячем. Прячем и купируем. Купируем и прячем. Прячем и купируем. Вот. Поэтому вы интересны людям теперь только настоящая. Или настоящий. Вот эта конструкция никому больше не интересна. Они не хотят. Они вот смотрят и пытаются добраться, прочувствовать вас истинными. Чем больше вы закрываетесь, тем больше будут вам рушить, обесценивать вот эту ложную конструкцию. Поэтому учимся говорить то, что на самом деле чувствуем, то, что на самом деле убираем вот эти все защиты, нападения, агрессивность, менторство. Что там еще у вас по императору? Тоталитаризм вот этот, авторитаризм. Слушайте меня. Да никто больше никого слушать не будет. Теперь все люди будут слушать только себя. И с этим нужно будет учиться жить. И вам тоже. Особенно это будет касаться внутрянки, семьи, коллег, рабочих. То есть сейчас повести коллектив можно будет только на открытом сердце, на чувстве единства, любви и еще чего-то. Конечно же, да, с мозговыми задачами, безусловно, целями. Но теперь никто не будет ни подчиняться, ни слушаться, потому что кто-то так сказал. Не будет. Все будут отмахиваться и говорить, отвали, я вообще чувствую по-другому. Не надо мне тут рассказывать. И вот тут-то и начинает рушиться вот эта конструкция, что в смысле я командовал тобой 10 лет, а тут ты вдруг решил что-то там чувствовать. И этого будет все больше и больше. Это будут проблемы с наймом. Придется считаться с коллективом, придется считаться с рабочими. Люди больше не будут слепыми овцами. Все люди начинают чувствовать себя, понимать, слышать свои желания, чувствовать, куда им идти, что им, куда. Сейчас все лжегуру повылазят. Сейчас посмотрите, что будет происходить с осени. Оно уже, ну, в августе началось, с конца июля. Сейчас вот это вот все, что лоза, оно сейчас просто рассыпется вообще в хламину. Сейчас вот эта вся репутационная система рухнет. И люди прям мурашками будут понимать, где истинный проводник, да, человек, который действительно может что-то провести и подсказать, а где человек, который только делает вид, что он такой, прячась где-то, да, за закоулочками. Поэтому человек, который действительно чувствует, что он что-то может, он его тянет к людям. Он будет всячески стремиться передать знания любыми возможными интернет-ресурсами, способами. Он будет делиться, делиться, делиться. И будет вот это вот чувствоваться энергия. Поэтому здесь у вас сейчас будет мощный рассинхрон с пространством, вообще в целом с людьми. Потому что вы двигаетесь на одной конструкции, а люди у вас уже видят другую. Поэтому слушаем внимательно, наблюдаем. И теперь вы интересны только настоящими. Только настоящими. Это важно понимать, поэтому не пугайтесь. Если вам люди будут говорить то, что вы хотите глубоко спрятать. Это, к сожалению, это, знаете, как шило в мешке не утаишь. Много нацать лет прятали, а теперь придется все вот так вытряхивать. Пространство у вас само в это выводит. Вам пора тоже изменяться, как и всем. Вот. И вы отработали свои кармические задачи. Это правда по третьему варианту. А теперь вы будете раскрывать себя. А это еще сложнее. Лучше вы их отрабатывали, если честно. Порой иногда люди говорят, боже мой, боже мой, куда было легче, что я там что-то там в роду отрабатывал, чем теперь мне нужно вытряхивать себя из трусов, потому что нужно выходить и проявляться истинным я. Где это истинное я? Какое оно? Да, вот сейчас у вас будет процесс самоизучения. И чем больше вы будете закрываться в отшельника, тем больше вы себя будете чувствовать одиноко, потому что у вас нет задачи прятаться еще глубже. Это же чревато. Для вас лично, для души чревато. Она должна стремиться в развитие, в коммуникацию, а не наоборот. Она должна стремиться... Ну, нет, у нас есть моменты отдыха, конечно, безусловно. Мы уходим от людей, чтобы отдохнуть. Но не на веки вечной. Вот. Поэтому сейчас вы будете смотреть очень внимательно. Смотрите, как люди на вас реагируют, клиенты, рабочие особенно, коллектив. Сейчас это прям будет у вас, знаете, ахиллесово пита. Сейчас коммуникация с людьми будет ахиллесово пита. Поэтому будьте аккуратны в плане того, что не спешите обижаться и спрятаться в свою ракушку. Спешите выползать и оголяться. В каком плане? Не душу раскрывать? Нет, не об этом речь. А в плане того, что теперь не получится прятать свои слабости внутри. Они сейчас вылезут наружу. Вот. Просто их люди будут видеть прям вот откровенно. Вы будете думать, что вы спрятаны, а оно нет. Оно на тонком плане все видно. Вот. И тот, кто видеть умеет, будет видеть их очень ярко. Особенно, да? Особенно люди, у которых способности. Их просто, понимаете, мы очень часто прячемся за момент без запроса. Дело-то не в этом. Да, конечно же, вас конкретно считать могут только по запросу. Но при вступании в коммуникацию видящий человек видит вас полностью. Все ваши слабые стороны. Все-все-все. Вашу психику. Как она выстроена. На чем выстроена. На каких конструкциях. Как вы. Где она здоровая. Где она расстроенная. Это психика. Где. Что с эмоциональным фоном. Это же как сканер. Оно просто считывается. Чувствуется посредством тела. То есть эмпаты вас считают на 3.15. Поэтому держаться нету больше сил. Сразу вам рассказываю, чтобы вы потом не задавались вопросом. Черт возьми, что происходит. Вот. Учитесь теперь себя познавать через других людей. Вот так. Вот такой был расклад. И я с вами прощаюсь до новых расходов. Продолжение следует.